Дорогие братья и сестры Благословил в это утро И также мы приветствуем тех, кто нас слушает сегодня по радио Подключайтесь и слушайте Слово Благодати Прославляйте Господа, молитесь Ему И те, кто смотрят нас в системе интернет Мы также сердечно вас всех приветствуем Помолимся, чтобы Господь нас благословил Господи, Отец Небесный, мы благодарны Тебе За эту радость и в этот день воскресный, весенний, солнечный, светлый Прийти в дом Твой, от Тьей души благодарны Тебе, Господь, за здоровье За жизнь и возможность и желание свободно приходить сюда Радуйся сердце наше, Господь, видеть лица детей Твоих, искупленных чад Слава Тебе, что мы хранимы Тобой, оберегаемы И мы пришли сюда в это утро, чтобы узреть Тебя, нашего Господа Созерцать красоту Твою И благодарность Тебе, Господь, за эту милость, которую Ты нам даришь и в этот день Благослови это служение пред Тобою Наполни наши сердца радостью, хвалою Тебе, нашему Господу, пусть несется слава Услыши молитвы детей Твоих с места обитания Твоего Господи, прими из уст наших хвалу и славу Вдохнови наших хористов, всех словословящих Тебя прославить Тебе стройно, потому что Ты достоин И особо просим Тебя, вдохнови, братьев проповедников, говори слово в силе Духа Святого Говори нам через слово Твое Святое и подкрепляй, утешай, назидай, ободряй и обличай народ Твой Да светится имя Твое наш Господь и Бог Сколько горя вокруг, милосердный Господь Ты видишь, как земля растлилась, сколько зла, греха, Господь Ты знаешь, с каким сердцем кто сюда пришел Очисти, освободи, Господь, от всего ненужного Пусть мы найдем покой и радость в Тебе Господи, молитва наша, кто еще не умеет с Тобой, чтобы Ты подарил дар покаяния и дар спасения Благослови и наследие Твое, детей Твоих Особая молитва наша за молодежь нашу, подростков Сохрани, Господь, и детей воскресных классов благослови Помоги, чтобы они принимали истину Твою святую Молитва наша за больных, Господь, чтобы Ты их благословил, исцелил Подарил Господь веру живую и истину, что Ты с ними всегда, во все дни до скончания века Господи, и наш город, в который Ты переселил нас, и страну нашу Благослови, чтобы, Господь, еще умножалось Слово Твое святое Распространялось это Слово Сколько беспечных людей в этот день воскресный занимаются чем угодно Только не притя в церковь и поклониться Тебе нашему Господу Побуди, чтобы многие славили и служили Тебе Пусть имени Твоему несется честь и слава, величие и поклонение Все это мы просим во имя Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь Дорогие братья и сестры, мы споем гимн общего пения из больника номер 683 От раду небесную для сердец нам послал Отец И после общего пения служение хора От раду небесную для сердец нам послал Отец От раду небесную для сердец нам послал Отец И с ней буду заведен отчет Всем привет! Всем привет! Всем привет! Всем привет! Дорогие сестры, всем привет! Песня Иисуса Христа, Сына и Святого Духа Субтитры подогнал «Симон» 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 что они распускали худую молву, что они видели там сынов Инаковых, и что это земля, пожирающая живых. И народ поднял вопль, и хотели вернуться обратно в Египет. И когда Моисей передал им слава Бога, что они будут ходить 40 лет, 40 лет будут блуждать по пустыне, и только их дети войдут в эту землю обетованную, народ сильно опечалился. И вставшие рано поутру, они пошли на вершину горы. Моисей останавливал их и говорил, не ходите, это будет безуспешно, с вами нет Господа. Но они пошли, и Ханане и Меликитяне погнали за ними, разбили их, там не было Господа. Иногда люди возводят себя на духовные высоты, и не могут ни зайти туда, ни устоять там. Вы помните, Петр говорил Христу, что я готов с тобой на смерть, я готов с тобой за тебя в темницу, я готов за тебя душу отдать. Христос сказал ему, не проповедет петух, как ты трижды отречешься от Меня. Так иногда даже люди, близкие к Иисусу Христу, они, возводя себя на такие высоты, не могли туда даже взойти, тем более устоять там. Но когда Иисус Христос сказал Петру, спаси агнцев моих, когда на него сошел Дух Святой, тогда мы видели исцеление Хромова, тогда мы видели воскрешение дочери Аира, тогда по их молитве могло поколебаться место их и много других чудес и событий, которые произошли в жизни Петра. Так, для чего нам нужно молиться такой молитвой? Знаете, я нахожу в Библии очень много молитв, иногда я молюсь такой молитвой. Когда у меня были трудности, одно время я нашел в первой книге про Любимон, 4 глава, 10 стих, там написано, я весь молился, сделай так, чтобы я не горевал. Я стал так молиться, сделай так, чтобы я не горевал. И я обнаружил, Бог мне дал помощи такой, но Он дал мне больше работы. И эти трудности прошли. И вот этой молитвой, возведение на скалу для меня досягаемой, я молюсь уже год. И я понял, что имя Господа, крепкая башня, убегает туда праведник и безопасен. Но нам нужно молиться такой молитвой, потому что на ту скалуленную духовную высоту, на какие мы себя сами возводим, враг души человеческой, он посягает и хочет свергнуть нас оттуда. И он использует для этого людей. И в книге, в Псалме 61, 5 стихом написано, они задумали свергнуть его с высоты. Прибегли ко лжи, устами благословляют, а в сердце клянут. В Псалме 63, 7 стих. Изыскают неправду, делают расследование за расследованием, даже до внутренней жизни человека и до глубины сердца. Но поразит их Бог стрелою. Внезапно они будут уязвлены, языком своему не поразят себя. И все видящие их удалятся от них. Давид молился такой молитвой, потому что он был уверен, что если Бог возведет его на такую недосягаемую высоту, он не поколеблется вовек. Что Давид молился такой молитвой, потому что на той недосягаемой скале можно встретить Господа. И эта недосягаемая скала так похожа на гору Господню, описанную в Псалме 14. Кто может зайти на эту гору и может с вами прочитать? Тот, кто говорит истину в сердце своем. Тот, который не клевещет языком своим. Тот, который клянется злому и не изменяет. Знаете, в книге Иеремии, в 23 главе, 35 стихом, там написано. «Так говорите друг другу и брат брату, что ответил тебе Господь или что сказал тебе Господь?» И там далее сказано, что пророки, они употребляли в то время слова, бремя от Господа. Бог не повелевал им этого говорить. И там говорится дальше, что станет бременем человеку Слово Его. То есть, станет бременем человеку Слово то, которое он говорил не от Бога, а говорил от себя. Когда мы будем говорить друг другу, так ответил Господь или так сказал Господь, я думаю, что мы будем находиться на недосягаемой скале. Что мы говорим сегодня друг другу? Говорим ли мы сегодня слова Господни или мы говорим свои слова? Я бы назвал это первым условием восхождения на гору Господню. Потому что часто со своими словами из сердца исходят злые помыслы. И ведь то, что исходит от человека, это вот то скверняет человека. И тогда невозможно взойти на скалу недосягаемую. Следующее. Кто может пребывать в жилище твоем? И там написано, тот, кто будет ходить непорочно, не будет принимать поношения на ближнего своего. Я добавил бы, кто возьмет свой крест, кто возьмет крест свой и последует за мной. Чтобы отвергнуть себя, нужен крест. Чтобы ходить непорочно, тоже нужен крест. На кресте умираю. Крест нужен для того, чтобы умереть. И апостол Павел Колоссян говорит, вы умерли. Помните, в 3 главе 3 стих. Вы умерли. И этот язык не всем понятен. А нам с вами понятен он, что мы должны умереть. Мы должны умереть для греха, умереть для себя. Мы должны подчинить свою волю и его воле. Крест нужен, чтобы ходить непорочно. В Псалме 14 можем... Крест нужен, чтобы делать правду. Крест нужен, чтобы не делать искреннему своему зла. И боящихся Господа славить. Вот это требование Христа часто кажется не под силу. И кто-то может с печалью отходить. Вот от этого. Отходить от Господа. Потому что это требование, чтобы взойти на гору Господнюю или на скалу недосягаемую, кажется невозможным. И люди отходят с печалью. Потому что кто-то не может подняться выше обид, личных огорчений. И не имея Господа в сердце, становится жалкими людьми. Возможно, кто-то думает, что сегодня он на большой высоте. А вдруг там нет Господа. Знаете, если кто-то сегодня откажется от служения. Или, например, не приходит на членские собрания. Видите, как нас мало сегодня пришло. Или кто-то не приходит в среде недели совсем никогда. У нас во всех отделах церкви нужны волонтеры, которые могли бы помогать совершать какой-то труд. И вообще, чтобы служить Господу, необходимо что-то делать. Если кто-то, может, из-за меня не принимает участие в служении, я думаю, что это неправильно. Потому что гораздо правильнее это находиться на недосягаемой высоте. Гораздо правильнее, может быть, повлиять, может быть, изменить меня, чтобы я стал пригодным для его царства. Чтобы возвещать об этом всем людям, чтобы говорить об этом, нам нужно что-то делать. Нам нужно идти, говорить, нам нужно идти даже до края земли. И последнее. Чтобы изменять людей, нужно на них иметь влияние. Чтобы иметь влияние, нужна святость. И написано, кто может обитать на святой горе Твоей? На святой горе Господней могут обитать только святые. Но самое главное, чтобы увидеть и встретить Господа, нужно иметь святость. Написано Евреям 12,14. Старайтесь иметь мир и святость, без которой никто не увидит Господа. Моисей не явил святости, помните, при водах Меривы, и не вошел в землю обитованную. И я когда читаю эти места, я просто восхищаюсь его мужеством, что он все сделал до конца. Он знал, что он не войдет туда. Все, что бы он не делал, было напрасно. Он не вошел туда. Так и мы с вами. Наши намерения такие благие, самые благие, самые хорошие, могут оказаться тщетными. Мы не войдем туда. И сегодня Иисус Христос зовет всех на эту гору. Он, возможно, не зовет сильных и благородных. Он зовет труждающихся и обремененных. И Он может сделать всех, кто захочет, пригодными для Его Царства. Пригодными жить на Его Святой Горе. Пригодными находиться на этой недосягаемой скале и встретить там Господа. И мы можем сегодня помолиться о том, чтобы Бог возвел нас на эту скалу недосягаемую. Мы можем помолиться о том, чтобы Он научил нас говорить то, что сказал Вам Господь. Мы можем помолиться о том, чтобы мы делали то, с чем мы могли встретить Господа. И мы можем помолиться о том, чтобы мы имели те качества, с которыми мы можем встретить Господа. Аминь. 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 ПЕСНЯ 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 Христос, по любовью отвечай на слово, и ждет, в конце дороги будет сам Бог. Мило даст, да счастье, радость навсегда, ты только позови к нему, приди скорее к Иисусу Христу, выбери путь. Какой? Который предлагает Христос, любовью отвечай на слово, и ждет, в конце дороги будет сам Бог. Который предлагает Христос, любовью отвечай на слово, и ждет, в конце дороги будет сам Бог. Продолжение следует... Евангелие от Иоанна, послушаем из 5 главы, 24 стих. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Я здесь записал, вот Христос наши пели чудесный гимн. «Верою, верою, 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 на все времена, щедрой рукой Всевышнего нам вера дана». И мы с братом Александром ничего не говорили, не сговаривали, о чем говорить. Но он прочел, и я подумал, Господи, как действительно Ты направляешь наши мысли? Возведи меня на скалу для меня недосягаемую. А я написал, как? Как это можно попасть на эту недосягаемую высоту? И вот Слово Божие нам говорит такие слова. Снова повторяю истинно, истинно говорю вам. Иисус дважды повторяет это слово. «Слушающий слово мое и верующий в пославшего меня, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Вот человек был в состоянии смерти, а потом должно было быть какое-то движение в другую сторону. И откуда начинается это движение в другую сторону? С того момента, когда человек начинает осознавать, что он грешник. Когда человек кается, он совершает поворот на 180 градусов, идет в другую сторону. То он шел от Бога, делал грехи, наполняя своими грехами эту меру беззакония. Когда Господь уже должен истребить человека, потому что мера беззакония, как некогда Амариев, Хитеев, Ферезеев, была наполнена. И эта земля была истреблена изглетянами не потому, что им нужно было идти в эту землю, а потому, что мера беззакония была наполнена. И в народе Божьем был такой интересный момент. Мы это читаем в книге «Исход», когда вопль пришел от Господа, Господу от народа Божьего, от сынов Израилевых, оказавшихся в этом пленении. Сначала они жили там хорошо, а потом пришло время, когда начали размножаться. И фараон увидел опасность в том, что размножаются евреи. И он сказал повивальным бабкам, чтобы они умерщитляли всякого младенца мужеского пола. Но это трудно представить, если человек не пережил, когда умирает младенец, когда умирает твой ребенок, которого ты ожидал, которому ты дала жизнь. И вот это происходило, и тогда вопль донесся до неба. И Господь определил одного человека, Моисея, чтобы вывезти этот народ из страны, в которую он попал. И вот этот народ вышел. Вышел, когда уже исполнился казнь над этим народом египетским. И вот здесь, вот в 14 главе есть такое интересное место. «И возвещено было царю египетскому, что народ бежал. И обратилось сердце фараона и рабов его против народа сего. И они сказали, что это мы сделали, зачем отпустили израильтян, чтобы они не работали на нас? И израильтянки вышли. Вышли с таким триумфом. Вышли отпущены. Мало того, им дали все необходимое на дорогу сами египтяне. И они радовались тому, что получили эту свободу. Вышли с радостью и благодарением Господу. Но вот первая трудность, когда они увидели вот того, кто был сзади их, гнался этот фараон со всеми, со всем своим войском на колесницах для того, чтобы этот народ снова возвратить в рабство. Что-то подобное происходит с нами, друзья, друзья, молодежь, особенно я обращаюсь к вам. Когда мы обращаемся к Господу, когда мы каемся и начинаем другой путь в сторону жизни, вот тот, о котором сказал Господь Иисус Христос, верующий меня не приходит, а обратился от смерти в жизнь, идет от смерти в жизнь. Когда мы обратились от этого смертного места, которое уготовил Бог для дьявола и ангелов его, и мы начали шествие в эту жизнь к Царству Небесному, к обитованной земле, тогда дьявол так просто не отпускает своих, как этот фараон. Возмутился сильно, кто будет работать на нас, и взял колесницы и побежал. И вот когда увидели израильтяне вот это войско с колесницами, ужасное для них, они знали силу фараона, силу египтян, они затрепетали, и вопль донесся от них к Моисею. Они говорят, разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведи нас из Египта? Не это ли самое говорили, мы тебе в Египте, оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше было нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне. Но Моисей сказал народу, не бойтесь. Был только один человек, Моисей, который знал волю Божию, который знал силу Божию, который имел эту встречу с Господом, и он сказал, не бойтесь. Но эти люди наступали на него и говорили, почему ты нас вывел? И это совсем, кажется, спокойный человек вдруг говорит им, Господь будет поборать за вас, а вы будете спокойны. И тогда мы читаем такие слова, и сказал Господь Моисею, что ты вопиешь ко мне? Внешне, Моисей был спокоен, он знал силу Божию, но внутри у него был вопль, Господи, это очистленный народ, который ты вывел из земли египетской, и вот они теперь могут меня разорвать, если ты не вступишься. Этот вопль достиг неба. И Господь сказал, скажи сынам Израилем, чтобы они шли. Чтобы взойти на эту гору недосягаемую, нужно не стоять, а нужно идти. Если стоять, ничего не достигнешь, никуда не дойдешь. И Господь говорит такие слова, не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил, чтобы вы шли и приносили плод. Знаете, жизнь это движение, нет движения, жизнь угасает. И если бы не будет ходить ногами своими, постепенно эти ноги атрофируются. Если бы он не будет думать, головой своей мозг атрофируется, жизнь прекратится. Если человек не будет, если дерево не будет расти, оно потихоньку засыхает. Если сердце не будет биться, человек умирает, жизнь прекращается. Но в нашей духовной жизни есть очень, очень важные веки, на которые нам нужно было бы обратить внимание. Когда мы обратились к Господу и встали на этот путь, который ведет к жизни, а не к смерти, у нас есть определенные моменты, на которые нам нужно обратить внимание, чтобы эта жизнь двигала, чтобы мы поднимались, а не опускались. Чтобы наша жизнь приносила благословение нами тем, которые с нами рядом. И Господь говорит, исследуйте Писание, вникай в Слово и в себя вникай, занимайся этим. Это движение. Мы останавливаемся на этом. Мы теряем желание читать Слово Божие. Это уже путь к смерти. Молодежь, слушайте. Молитесь, чтобы не впасть в искушение. Господь сказал ученикам в этот самый критический момент в своей жизни, когда он был в преддверии Голгофы, а не спали. Это движение к смерти. Если у нас прекращается желание молиться, или наша молитва так, в коротких словах, быстренько, а потом в постели, или помолился, или не помолился, и бегом на работу, это предвестник того, что мы останавливаемся. Это предвестник духовной смерти. Если у нас нет желания делать добро, она говорит, делайте добро всем, а наипаче своим поверить, тем, которые рядом с нами. Это путь к ужасной остановке. Когда дьявол на стене от нас, схватит своей крепкой рукой и снова забросит в пучину греха. И мы сегодня видим это с некоторыми душами, которые потихоньку остыли, остановились, а остановки не может быть. Или мы будем восходить на эту гору, или мы будем стоять. Это в лучшем случае. Но в худшем случае дьявол снова нас достигнет и снова обратиться в рабство, с которым Господь такой сильно великой ценой вывел нас. Ценой своего креста, ценой смерти на этом голговском кресте он вывел нас. И если мы только чувствуем, что мы охладеваем, если мы только чувствуем, что нам не хочется идти на служение, если мы чувствуем, что нам не хочется идти на общение, если мы замечаем за собой, что жизнь у нас угасает, это признак духовной смерти. И сегодня многие люди, я говорю многие, потому что вы об этом сами знаете, многие люди вот так медленно останавливались, остановились и в конце концов дьявол настиг их и снова они оказались в рабстве египетском. Что ты его пьешь, говорит Господь? Скажи им, чтобы они шли. Это единственный метод для того, чтобы жизнь наполняла нашу душу, наше тело. Когда ребенок рождается, он совсем еще беспомощный. И нужно определенное время, чтобы он встал на ножки. Но если он уже встал на эти ножки, ему не хочется лежать. Он стремится, может быть, даже на четвереньках ползает, а потом поднимается, бежит. Ему хочется что-то делать. Это жизнь. Если мы охладеваем, если опускаются наши руки, это признак того, что дьявол уже наложил свою тяжелую руку на нашу душу, и мы не можем подняться. А Господь говорит, стань спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Если ты чувствуешь сердце своем, в душе своей, что жизнь угасает, остановись, осмотрись, расспроси. И скажи, Господи, как мне идти дальше? Я не вижу у себя силы идти дальше. Апостол Павел говорит, горе мне, если я не благовествую. Если я не возвещаю о Божьем Царстве тем, которые погибают. Если я не пытаюсь спасать тех, которые на пути к смерти. Это, опять-таки, начало духовной смерти. Если у меня нет желания говорить людям о том, что Господь сотворил со мною, если я скрываюсь, чтобы не узнали, что я верующий, а, может быть, пытаюсь прятаться в эту толпу, чтобы выглядеть, как все прочие люди, как Израиль говорит, это отступление от Господа. И Господь говорит нам снова, я привлек вас к своей любовью. Я поставил вас на этот путь, чтобы вы достигали этой высоты неба. Это самая большая цель, которую может поставить себе человек. Если ты видишь, что останавливаешься, покайся. И тогда придет снова сила, желание служить, желание идти, желание возвещать, желание делать добро, желание спасать тех, которые уже обречены на погибель, потому что дьявол крепко держит свои жертвы. Итак, Господь говорит, идите. Не останавливайтесь. Если видишь брата, который рядом с тобой идет и спротыкается, поддержи его, дай ему свою руку. Если видишь тех, которые уже ушли, молись за них. Видишь тех, которые согрешают, говорит, молитесь, дабы Господь мог снова восстановить силы. И снова мы пошли вместе, рядом, в одной семье, в это большое царство вокруг, дьявол в сильной ярости, с сильными колесницами, с сильным войском, но тот, кто с нами, сильнее того, кто в мире. И он говорит, следуй за мной. Может быть, это следование будет сопряжено с трудностями, с неприятностями. Может быть, с большими потерями. Но путь, на который нас поставил Господь, путь к жизни, а не к смерти. Если мы с этого пути свернем, если мы охладеем на этом пути, Господь говорит, что вы можете оказаться вне царства, в которое... Я хочу вас вести своей рукой, пронзенной этими страшными гвоздями. И так Господь говорит сегодня нашим сердцам. Всем я хочу, чтобы вы вышли на эту возвышенную, для вас ненасягаемую гору. Потому что человеком невозможно, а Богу все возможно. Если эта вера, которую нам дал сам Господь Иисус Христос, у нас угасает, скажем ему, Господи, я виновен. Ни сосед мой, ни брат мой, ни сестра, ни жена, ни муж. Я виновен в том, что у меня угасла эта вера. Я виновен в том, что в моем доме нет мира. Я виновен в том, что дети мои пошли другим путем. Я виновен. Прости меня и сам восстанови то, что ты никогда дал, что радовало меня, что несло мне мир, что несло мне благословение тем, которые рядом со мной. И Господь примет молитву. Он тот же, любящий, милующий, прощающий и спасающий. Да благословит нас Господь, который сказал нам. Послушаем этого голоса. Следуй за мной, и я веду в свое царство, которое я купил тебе ценой моей жизни и смерти там, на Голгофском кресте. Аминь. Помолимся Господу. Так, Господи, прости, прости, научи, помоги, научи. Аминь. 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 Прости слова Тебе. Аминь. Слава Тебе. Слава Тебе. Укрепи, Господи. Благослови. Аминь. Слава Тебе. Помоги. Услышь. Слава Тебе. Слава Тебе. Слава Тебе. Слава Тебе. Аминь. Аминь. О, наш Отец. Мы в трепете сердца приходим к Тебе, сознавая то, что только милость Твоя и Твоя любовь, явленная в Иисусе Христе, даровал нам право называться и быть детьми Твоими. Господи, Ты дал нам веру, этот дух веры. И мы славим Тебя за то, что Ты приобрел у нас Своей жертвой. Иисус Господь Спаситель. Мы славим Тебя, что Ты говоришь нам через Слово Твое, чтобы нам идти на гору, которую Ты купил нам Своей ценой, в Твое Царство. И Ты знаешь, что дети Твои, мы так нуждаемся в Твоей Божественной силе для победы над искушениями, над своей ленью, над тем, что смущает нас, над тем, что дьявол вносит в наш разум для того, чтобы смутить душу нашу. И мы просим Твоей Божественной силы для победы над грехом, силы возвещать о имени Твоем Святом, силы и желание читать Слово Твое, желание служить ближним, желание жить так, чтобы наша жизнь была во славу Твою, благословить Церковь Твою Святую. Защити от всех дьявольских атак, и дай она видеть Твою сильную руку и положив надежду на Тебя идти, и не останавливаться, не оглядываться, но радоваться тому, что Ты нас пригласил идти за Тобой, идти на Тебя только взирать наш Господь и Спаситель, и совершать победу за победой в этой жизни, чтобы выполнить то, для чего Ты нас призвал в Своё наследие, для чего ещё хранишь на этой земле. Дай нам выполнить с радости и благодарности войти в Твое Царство. Нас приготовлены досветиться имя Твое, Отецный Дух Святой. Аминь. Аминь. Возлюблены Господи, братья и сёстры, дорогие друзья! Мы сейчас поём гимн общего пения изборника номер 732. И во время пения будет сделан сбор добровольных пожертвований для Нурцеркви и для Дела Божия. и на заставüyorum Твое Царство. Отецный Дух Святой. И эта граничка тебе не хотят sentido, avat вам подч嗎, в пользу. И реальность. И які躺еасть ему в таблине. В школе на видах, Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.